Всем привет, ребята, и давай пожаловать в мой новый влог. Сегодня обычный день, сегодня 3 июня, честно, я даже не знаю, как будет сегодня день недели. Сегодня у нас суббота. Сегодня 3 июня, суббота, до экзамена по русскому осталось 3 дня. Думаю, вы понимаете, что мы будем в этом видео делать, но не только это. Я еще хочу сегодня убраться в своем шкафу с вещами. Вы не представляете, самое сложное для меня во всей комнате, это убирать как раз-таки шкаф с вещами, потому что там творится просто, я не знаю, как это описать, в общем, я вам все покажу. И думаю, эта уборочка займет на часа 2, а может быть даже 3. Конечно, если поторопиться, то можно, думаю, за 2 все закончить. Но, может, никуда не торопимся, тем более, сегодня выходной, у меня нет ни дополнительных, ничего. То есть в этом видео я планирую прибраться в шкафу, моя главная цель, и посмотреть предбанник по русскому языку. Конечно, вышел еще предбанник по литературе, но литературу я пока оставлю, потому что все-таки она 14 июня, посмотрю предбанник по русскому и потом по литературе, наверное. А математика у меня завтра дополнительная, поэтому я не буду смотреть предбанник. Вот, такие вот дела. Еще одна из хороших новостей это то, что YouTube наконец-таки решил открыть мне комментарии. Конечно, на прошлом видео они все равно почему-то закрыты, но он мне прислал уведомление о том, что теперь я могу открывать комментарии на своих видеороликах. Я надеюсь, что это не обман, не шутка, и что они не будут закрыты у меня через 15 минут после их открытия. Я попытаюсь открыть комментарии, и напишите в комментариях мне, кто тоже в девятом классе, и кто какие предметы задает на УГА, и мне будет интересно посчитать. Конечно, я знаю, что большинство задает обществу информатику, но, возможно, есть такие же, как я, которые решили издавать литературу. Мне будет очень приятно, что я не одна такая. Уже хватит болтать, и пойдемте начинать, что мы сначала будем делать, наверное, убираться в шкафу. Так что погнали. Начинаю с того, что я вытаскиваю все свои вещи из шкафа, и это занимает достаточно большое количество времени, потому что их действительно там немало. Вот такая вот гора вещей у меня получилась. Сейчас все вытащила, но там вот колготки, я хочу их уже просто, они мне вообще уже точно не понадобятся, хочу убрать их в какой-нибудь пакет. На улице, кстати, дождик, походу, начинается, погода прямо испортилась. И думаю, сейчас некоторые вещи я выкину. Думала, если честно, в шкафу доубираюсь и пойду гулять, но, походу, сегодня не судьба. Я уже сложила в пакет все свои колготки, даже капроновые. Наверное, это плохая идея, потому что капроновые колготки, думаю, мне еще пригодятся, поэтому, наверное, сейчас их вытащу. Вот, а до вещей я еще даже, чтобы вы понимали, не дошла. Уже организовала первый контейнер, сейчас буду переходить к вот этим вот полочкам. Тут у меня будут лежать пижамы, и так как одна полочка, где лежали колготки, освободилась, думаю, положу туда свои топы. Вот достала контейнер с моими топами, хочу переложить их вот в этот белый, потому что он, мне кажется, побольше, а топов у меня прибавилось сейчас, и думаю, сложу их как раз-таки вот в него. И организую полочку. Чтобы вам не было так скучно наблюдать за тем, как я просто убираю шукову, решила вам показать несколько своих любимых образов, которые я часто надеваю. Тем временем я уже завершила уборку в шкафу. Как видите, сразу преобразился. Я выкинула несколько вещей, именно поэтому вешалки освободились, вот здесь несколько штук. И вообще шкаф как-то видно сразу стал почище, из-за того, что я убрала несколько ненужных мне вещей, например, колготки, теплые какие-то вещи. Он будтоки стал больше. Теперь рубрика, что я выкидываю. Я выкидываю вот этот вот топ. После стирки он покрылся катышками, я его заказывала на Валбрис. Это был мой самый любимый топик. Он очень нежный, очень красивый. Его я надевала и под пиджак, и под джинсы, и с какой-то верхней одеждой. Было очень круто, но, как видите, его уже никуда не наденешь. Тем, выкидываю вот эти вот лосины. Я уже не знаю, им, наверное, года три. Они обтягивающие, и они мне стали очень короткими. И то есть, ну, я их уже никуда не надену. Также выкидываю вот эту вот пижаму. В общем, мне ее отдала мама, я ее поносила, но поняла, что уже все. И вот эту вот, кстати, тоже я буду выкидывать. Пижам я выкидываю много, потому что, наверное, весь мой гардероб состоит из пижам. Вот эту вот, одна из них, которую я буду выбрасывать тоже. Она у меня уже маленькая, поэтому все. Купила себе вот такую вот книжку с любовью к себе. Я прочитала уже страничек 20, и она мне очень понравилась. Когда я прочитаю полностью, я вам поделюсь советом. Но также я делилась об этой покупке в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм. Там я сейчас стараюсь активничать и даю кое-какие советы для подготовки к ОГЭ и как я сдаю экзамены. Теперь пришло время садиться за подготовку к ОГЭ по-русскому. Как бы мне не хотелось еще отойти после экзамена по обществознанию, нужно уже готовиться к русскому, потому что он завтра. Представляете, я сама в шоке. А уже совсем скоро математика, которая является одним для меня из самых сложных экзаменов, которые я 100% должна сдать на 4, прям вот железобетонно. И я буду безумно рада, если у меня получится все-таки сдать его на четверку. Как вы, наверное, знаете или еще не знаете, я вам рассказываю. Экзамен по русскому языку состоит из 8 заданий тестовой части и 2 задания. Первое — это изложение, и второе — это сочинение. Для меня, наверное, является самое сложное — это изложение из тестовой части 5 задания, где нужно знать практически все правила по русскому языку, чтобы просто сделать это задание правильно. Изложение мне сложно, потому что ставят всего 2 раза прослушивание. Первый раз делаем заметки, второй раз уже выбираем какие-то, составляем план, ставим микротемы, то есть уже как-то более разбираемся в этом. Но у меня память не суперхорошая, скажу я вам, поэтому для меня это достаточно сложно. Даже если у вас была не очень хорошая оценка по русскому, то я думаю, что написать на 4 вполне возможно, даже не готовясь или готовясь там за 1-2 дня, просто посмотреть кодификаторы, посмотреть, в принципе, смысл задания, понять все. То, думаю, на 4 сдать можно вообще без подготовки. Все, завтра уже ОГЭ по-русскому, и я что-то вообще, если честно, не переживаю, как было, допустим, с обществознанием. Я сидела, нарешивала тестовую часть, уже сейчас 12 ночи. Вот, сидела, нарешивала тестовую часть, а у меня всегда ошибка в пятом задании и во втором. Ну, в принципе, это неудивительно. В втором задании с панктуацией у меня всегда проблемы были, а в пятом задании оно считается, ну, одним из самых сложных, поэтому, в принципе, я довольна. Конечно, второе лучше было бы сделать правильно, а пятое, ну, плевать уже, если честно. Вот мне хотелось бы очень сильно на 5, прям очень сильно на 4. Я знаю, что я напишу 100%, а вот на 5, конечно, это уже сложновато. Но, но, есть шанс, потому что слили изложения и сочинения, и я думала, их не будет, но их всё-таки слили. Но там всего 6 вариантов, поэтому посмотрим. Всё, этот день настал. День ОГП по-русскому, за который я меньше всего парилась, меньше всего переживала. Он настал, я уверена на то, что с ним у меня всё будет точно окей. Видимо, поэтому я и ни капли не переживаю. Погода просто кайф. Очень крутая. Сейчас будет такой переход. Я перед экзаменом, и я после экзамена. Та-дам! И вот уже я после экзамена. На самом деле, уже не только после экзамена, уже прошло часа, наверное, два. Я уже поправила макияж, потому что сейчас я хочу идти гулять. Вот, на улице шикарная погода. Сегодня после экзамена она стала ещё намного лучше. Вот. В следующем кадре я немного расскажу поподробнее, что же там было. Как вообще, ошибки, советы и так далее. Всё расскажу. Пришло время поговорить об ОГЭ по-русскому, которое проходило у меня сегодня. В общем-то, хочу поделиться с вами вообще, как выглядел мой вариант. Изложение у меня было на тему дружбы, и сочинение также было на тему дружбы. Если честно, я думала, что у меня будет либо сочинение на тему зависть, либо признание в своих ошибках. Ну, я надеяла, что будет что-то из этого, потому что там достаточно легко привести пример из литературы. Думала, насчёт зависти я приведу произведение Гоголя «Портрет», а если мне попадётся признание в своих ошибках, думала, приведу бедную Лизу о том, что Эраст понял свою ошибку только когда Лиза умерла. Ну, думала, что-то по типу такого. Но у меня попадается дружба. Думала, напишу самое сложное, сделаю тестовую часть, а потом зайду в туалет, быстренько там гляну ответы, сойдётся ли что-нибудь у меня. В итоге у меня не сошлось одно задание. В итоге я что-то потом подумала, ладно, тестовую часть буду делать сама, потому что, в принципе, задания были не прям суперсложными. Первое задание было вообще лёгким. Для меня самое, наверное, сложное было задание — это восьмое. Хотя раньше у меня никогда с ним не было проблем, но что-то там я прям жёстко, у меня ступор произошёл. Я вот сижу и думаю, там нужно было найти фразеологизм в тексте. И я вот сижу и просто не могу понять, где этот фразеологизм. Ну, нет его уже здесь, ну, не может быть. Единственное, что у меня было, это то, что земля была похожа на клей, и я думаю, что, возможно, это. Но потом понимаю, что в клеточке это не подходит, то есть мне просто не поместится, значит, это не подходит. Я начала перечитывать текст 20 раз. В итоге я, наверное, с 25-го раза только поняла, что там всё-таки за фразеологизм был. Он оказался в самом начале, в первом предложении просто, а я всё время искала его где-то в середине, потому что обычно ответ где-то, ну, фразеологизм, синоним, антониум обычно где-то в середине. Но я думаю, там надо искать. В итоге там я так и не нашла. Написала я русский, наверное, часа за два с половиной, мне кажется, где-то так. Я писала дольше, чем общество знания. Ну, наверное, потому что сочинение, я долго над ним сидела, если честно, думала. Хотя обычно сочинения я пишу достаточно быстро, я не думаю... Я не знаю просто, как я буду сидеть на литературе. Буду, наверное, часов в пять сидеть и думать над сочинением, потому что там всё УГЭ состоит за сочинением. Ну, не знаю, прорвёмся как-нибудь. Сейчас следующая у меня, моя цель, это математика. Я уже, кстати, сейчас вам покажу. Вот здесь вот распечатала себе шпаргалочка такая вот с формулами и вариант, который я буду решать. Вот. Так что буду сейчас нацелена на математику. Вот у меня есть три дня для подготовки. Так что вот такие вот дела. Ну, а я, ребята, буду с вами прощаться. С вами была я, Милана, и я вас всех очень сильно люблю. И удачной сдачи экзаменов. Пока-пока.